В Пренестрове началась вакцинация российским препаратом «Спутник Ви». В Бендерах получить желанную прививку можно в центральной поликлинике. С 12 мая пункты вакцинации откроются во всех поликлиниках Бендера-Террасполя, а также в поликлиниках райцентров. Бендер и городская поликлиника сегодня здесь начали вакцинацию российским препаратом «Спутник Ви». Уколы ставят сразу в двух кабинетах. Еще в нескольких регистрируют тех, кто пришел на прививку. Записывали на «Спутник» еще зимой. Вчера пациентов обзвонили и назначили время. Все строго по спискам. Взяты эти списки из регистратуры нашей центральной поликлиники. Они проработаны и, конечно же, выделены в первую очередь для охвата вакцинации контингент лиц старше 60 лет, а также лица, страдающие хроническими заболеваниями, входящие в группу риска по сахарному диабету, гипертонии, онкопатологии, ожирению. В начале вакцинации подлежат эти категории лиц. Вакцину в поликлинику доставляют из городского центра гигиены и эпидемиологии в специальных морозильных контейнерах. В них она находится до момента вскрытия. Если мы ее достали из контейнера, мы 30 минут ждем, чтобы она разморозилась. Пока она не приобретает светлый прозрачный вид, не должно быть ни капельки льдинки. Вот тогда мы начинаем этот вакон, рассчитываем на 5 человек. Время мы указываем, следим четко, чтобы мы не нарушили. В течение часа мы это должно быть все использовать. Только за два часа работы прививочных кабинетов провакцинировали более сотни бендерчан старшего возраста. В списках на вакцинацию российским препаратом еще почти 2000 человек. Лариса Петровна на «Спутник» записалась еще в феврале. А почему вы решили вакцинироваться именно «Спутником»? Я только доверяю «Спутнику» больше никому. России и «Спутнику». Почему? Ну, доверяю. Сама россиянка. Как себя чувствуете? Ну, сейчас нормально себя чувствую, хорошо. И вообще поставили укол, вообще не больно. Сразу перед уколом проверяют давление, наполняемость легких кислородом. Обязательно спрашивают, нет ли аллергии на какие-нибудь лекарства. Все в норме, делают прививку. Почему вы выбрали именно эту вакцину? Доверяю «Спутнику». Почему? Читаю новости, читаю вирусологов, читаю всю информацию и сделаю вывод, что «Спутник» – это достойная вакцина, и я буду спокойна. Что я не заражу окружающих, и что я не заболею. В Бендерах еще недавно прививали препаратом «Астрозенек», а некоторые ее ставили, чтобы летом выехать за пределы республики. Анатолий Иванович пришел на прививку вместе с супругой. Пока за пределы Приднестровья они выезжать не собираются. «Спутник» сделали просто, чтобы не заболеть. Она как бы проверенная уже, все. Много о ней говорили, что у нас 92% имеет положительный свойств. Так что на нее высыпал выбор. Не больно, ничего. Все спокойно, все нормально. А самочувствие голова не кружится? Нет, не кружится. Все хорошо. Процесс вакцинации проинспектировал глава госадминистрации. Роман Иванченко побывал в поликлинике, осмотрел прививочные кабинеты, побеседовал с медиками. Сейчас в коридоре возле кабинетов, где вакцинируют много людей. Они не всегда соблюдают дистанцию. Глава города поручил медикам проконтролировать этот процесс. Кроме того, в целях соблюдения карантинных мер здесь будут дежурить сотрудники правоохранительных органов. В целом, хочу сказать, что процесс достаточно хорошо организован. Обязательно заполняется документ о добровольной вакцинации. Только те лица, которые добровольно заявили желание, могут эту вакцину получить. Все желающие смогут привиться постепенно. В первую очередь проводится вакцинация тех лиц, кто был записан ранее, а также лица, которым находится в особой группе риска. В настоящее время рассматривается вопрос о возможной вакцинации работников детских садов, которые непосредственно контактируют с детьми. Уверен, что и дальше этот процесс будет организован. Мы будем держать руку на пульсе и при необходимости реагировать на эти моменты. С 12 мая в Бендерах пункты вакцинации откроют во всех поликлиниках города. Наталья Сучкова, Иван Зелинский, Бендерское телевидение. Продолжение следует...